Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, ликвидности на рынке все меньше, но при этом движения, которые вчера были прям совсем скромными, сегодня уже раскачиваются хоть какую-то волатильность и мы видим продолжение роста рисковых активов. Это как раз то, что нам было нужно под закрытие этого года. В качестве бонуса мы рассчитывали на то, что индекс доллара сможет обновить локальные минимумы и оказаться ниже, чем было закрытие конца прошлой недели. А вот рисковые активы, включая активы валютного рынка, фондового, смогут обозначить новые локальные максимумы. Пока что такой сценарий развивается именно в таком ключе и очень хочется, чтобы до закрытия текущей недели, по сути месяца и года, мы бы смогли на этих локальных трендах заработать еще больше. Но нужно быть оптимистами, нужно визуализировать и соответственно рынок уже пойдет нам навстречу, как он собственно и делает. Из фундаментальных отчетов, ну понятное дело, что сейчас до конца недели уже каких-то интересных релизов не будет сегодня на повестке. Можно выделить разве что отчет от американского института нефти по запасам нефти США. Но это прям совсем поздним вечером, поэтому думаю, что в конечном счете лучше сфокусироваться на том фоне, с которым мы работаем уже не первую неделю. Индекс доллара текущей котировки 101.12. Я не думал, что мы будем прям тестировать поддержку 101. Пункт на том фоне, с которым уже работали. Потому что для каких-то мощных движений по доллару нужно все-таки дополнительное и новое фундаментальное топливо. Но есть то, что есть. И я рад происходящему. Конечно же, рынок продолжает переваривать макроэкономические данные по ВВП, по расходам на личное потребление, в целом по динамике личных доходов, личных расходов, по рынку труда, последний отчет по заявкам на пособие по безработице, индекс потребительских цен. Все это индикаторы, которые подсвечивают наличие условий для того, чтобы американский регулятор все-таки сменил ястребиный вектор политики на голубины и начал готовить нас к тому, чтобы что через какое-то время мы, собственно, увидим снижение ключевой процентной ставки. По данным инструментов AdWords Tool, вероятность снижения ставки сейчас составляет 72 процента. Это ниже, чем мы, например, видели на открытии этой недели. Но сейчас, наверное, показатель будет плавать там в диапазоне от 5 до 10 процентов и более-менее обозначит какие-то новые уровни только после появления серьезных и обновленных макроэкономических данных, которые точно повлияют на решение Федрезерва. Это после выхода отчета Non-Farm Perils и декабрьских данных по инфляции. Ну, разумеется, их нужно будет уже подождать. Это январьская статистика, точнее, это статистика декабрьская, но анализировать мы будем в январе. Десятилетний трежерис 3,88, новые локальные минимумы. Соответственно, понятное дело, что чем ниже будет торговаться сейчас долговой рынок США, тем тяжелее будет доллару найти какую-то почву для роста. И в текущих условиях я прям почти не сомневаюсь и, скажем так, уверен, что до конца этой недели индекс доллара все-таки протестирует поддержку 101 пунктов. Вполне возможно, что это может произойти уже до конца текущей торговой сессии. Золото, напротив, пользуется спросом 2065 долларов за тройскую унцию. Сейчас ранее факторы поддержки для золота мы обозначали в виде снижения доллара и доходности американских облигаций. Мне очень интересно посмотреть обновленные данные от отчета Всемирного совета по золоту. Этот релиз за четвертый квартал выйдет в начале следующего года, а в третьем квартале был прям ажиотажный спрос на золото со стороны центральных банков. Они купили 371 тонну. Это чуть ли не рекордный показатель за несколько лет. И учитывая то, что золото с тех пор действительно развивает только лишь устойчивую восходящую динамику, я думаю, что интерес центральных банков к золоту только лишь вырос. И этот отчет Всемирного совета по золоту может стать дополнительным триггером роста котировок в начале следующего года, потому что трейдеры убедятся в том, что институционалы, крупные инвесторы, я думаю, что и хедж-фонды тоже, в конечном счете, все же сделали выбор на золото как инструмент, который точно должен диверсифицировать портфели и быть тем самым защитным уголком, скажем так, который в условиях сохраняющейся глобальной экономической неопределенности точно может компенсировать все убытки. И опять же, при текущей динамике золота этот актив с такой задачей точно справляется. Цели и ориентиры по золоту до конца этого года, но скорее всего, этот рост продолжится, и мы увидим и снова повторно 2070 долларов, потенциально еще выше. Евро против доллара 1,1040, ждем отметку 1,11, максимальный уровень уже с августа. Рост европейской валюты, как и ранее, основан на слабости американского доллара. Что-либо из европейской статистики сейчас добавить в качестве объяснения текущей динамики евро нечего, потому что в целом экономический календарь пуст, да и те отчеты, которые выходили ранее, в них было больше негатива. Мы уже тогда пришли к выводу, что рынком сейчас правит идея именно торговли контрастом монетарных политик, ВИЦБ, ФРС и соответственно соотношение там доходности немецких облигаций, американских, что в конечном счете создает условия для роста именно европейского валютного актива. Фунт против доллара 1,2730. Рынок анализирует пятничные данные по роничным продажам, потому что это по сути индикатор возможного роста и усиления инфляции. Роничные продажи в ноябре выросли на 1,3% и да, в декабре статистика будет еще лучше, потому что декабрь это традиционный сезон активной, скажем так, высокой потребительской активности из-за новогодних и рождественских праздников. Поэтому вкупе ноябрь-декабрь сильные данные, почему бы не предположить, что в начале следующего года индекс потребительских цен, который сейчас вроде как обосновался ниже 4% на отметке 3,9% Англии, может продемонстрировать скромный рост и вновь вернуться выше 4%, тем более что Банк Англии ранее уже обозначал подобные риски. Если такой сценарий реализуется, то да, Банк Англии пойдет на еще одно повышение ставки. Как бы это не звучало, учитывая текущие показатели экономического роста. Но для британского регулятора, так же как и для другого, любого другого региона, первая очередная задача – это борьба с инфляцией. Ждем по фунту 1,28 и, соответственно, потом движение на отметке 1,30. Австралийца против доллара 0,6836, соответственно, роста с солевыми ориентирами 0,69-0,70. СНП – 4,824 пункта. Каждый день мы, по сути, на новых максимумах и ждем, соответственно, уже движение выше 4,900 пунктов. Почему бы не замахнуться на психологическую, прям юбилейную планку – 5,000 пунктов. И доллар-иена – это как дополнительный инструмент, который можно добавить сейчас в текущий портфель. На данный момент пара торгуется на отметке 142,63 и рынок анализирует итоги заседания Банка Японии, которое состоялось, по сути, недели назад. Напомню, что японский регулятор не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики, но все равно участники рынка допускают, что в первом квартале он может отказаться от механизма контроля кривой доходности, что будет первым шагом в сторону постепенного отказа от мягкой экономической политики. В конечном счете, Банк Японии откажется от стимулов из-за продолжающегося роста заработных плат, которые будут влиять на инфляцию. Заработные платы в Японии в прошлом году, точнее в этом году, выросли на 3,5%. Это максимальный показатель за 30 лет. И профсоюзы, и, собственно, владельцы компаний уже сообщили о том, что эта позитивная тенденция в заработных платах будет сохранена и в новом году. Поэтому, возможно, пара доллар-иена – это лучший кандидат на долгосрочный СЛ, который уже продолжается какое-то время. И в конечном счете, как отмечают некоторые инвестиционные банки, пара доллар-иена может прийти к отметке 130 и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!